Делать очень легкое кино, как можно меньше беспривязанным к месту, к большому количеству людей и к какому-то дорогостоящему оборудованию. Так выглядит мое рабочее место, которое располагается в моем бельевом шкафу. В принципе, очень удачно получилось. Я думал, что это будет временное рабочее место, потому что переехал относительно недавно. Но на самом деле до сих пор мне этого хватает. И на таком рабочем месте я могу делать анимацию в совершенно разных техниках. Сыпучую анимацию, перекладку, рисованную анимацию, ротоскоп, живопись по стеклу. Все, что для этого нужно, помещается в шкафу. Чтобы было понятно, это самый простой вариант мультстанка. Там, возможно, всего лишь два слоя стеклянных, но в принципе больше и не нужно для простых задач. Штатив, на котором висит камера, это очень удобный переносной штатив, который можно действительно поместить в рюкзак. Я чаще всего, если делаю воркшопы, то я же с этим штативом, он прекрасно помещается даже в сумку, в рюкзак. Если, кстати, кому-то интересно, самый лучший штатив на этот счет – это Manfrotto Magic Arm. В принципе, есть аналоги, которые чуть хуже. Камера – это обычный Canon, и сверху моя черная кофта, в которой я как раз сейчас, потому что нужно убрать отражение от камеры. Она отражается в стекле, и чтобы не было отражений, как правило, нужно затемнение сверху. Вот. Внизу под стеклом лежит лайтбокс. Сейчас лайтбоксы… Раньше, еще там 7 лет назад, когда диодов, в принципе, на рынке было меньше, и они были не настолько качественными, мы делали лайтбоксы самостоятельно, и это были большие деревянные ящики, которые очень сложно было переносить и возить с собой, потому что было необходимо большое расстояние между верхней поверхностью стекла матового, да, сверху, ну, условно, матовое стекло или кальку можно положить. Лампы должны быть сильно ниже, чтобы этот свет рассеялся, чтобы не было пятен, да. Сейчас такие лайтбоксы продаются достаточно дешево, их можно заказать в Китае, у нас тоже их производят, и он тоже помещается в рюкзак. Они бывают разного размера, формата А4, А3, вот этот А3 и А5, ну, и стоимость формата А3, там, порядка 2000 рублей, вот, то есть это доступно каждому. Сейчас в Москве достаточно много студий, большая часть из них работают с государственными грантами, ну, это такое немножко отвлечение в сторону, просто чтобы объяснить, что здесь на картинке. Это довольно, ну, отлаженная система, но в то же время она очень такая несправедливая и ненадежная для мультипликаторов. Поэтому несколько лет назад мы с друзьями организовали свою собственную студию. Это студия независимая, практически, ну, без бюджета, то есть на какой-то самоокупаемости. Вот так она выглядит. И картинка эта иллюстрирует то, как выглядят будни мультипликаторы обычно. Мультипликаторы работают в темных, черных помещениях, окна занавешаны, стены выкрашены в черный цвет. Вот это вход в съемочный павильон. Вот, так что, с одной стороны, мир фантазий и ярких красок, с другой стороны, это, в общем-то, часто какая-то работа в подвале или в каком-то таком темном-темном помещении, и часто мультипликаторы не видят белый свет. Так выглядит мультистанок в детской анимационной студии. Сейчас очень много по России, вообще это огромное движение, которое набирает обороты любительских детских анимационных студий. Это, кажется, студия из Новосибирска. В Новосибирске вообще центр детской анимации, там, кажется, я не знаю точно сколько, но больше 20 студий точно. В Москве тоже что-то около того, ну, если говорить именно о таких постоянно действующих студиях. Ну, и вообще-то они сейчас появляются везде, потому что техника все более и более доступна. Мультистанок — это изобретение Волта Диснея, вообще-то, очень старое изобретение, но до сих пор оно пригождается, потому что часто бывает необходимость разнести на несколько планов персонажа, фон и так далее, да, и создать какую-то глубину картинки. Вот. Ну, здесь вы можете видеть, сверху висит камера, она смотрит вниз, и, как правило, несколько слоев стекла, на которых разложены персонажи, фоны, что-то по первому плану. Вот. Ну, и вы видите то, что, в принципе, эта техника, ну, тут все самодельное, да, здесь какие-то бытовые лампы, веб-камера, обычный дешевый ноутбук. При этом все очень хорошо сделано. То есть, на самом деле, вот именно в Новосибирске почти в каждой детской студии есть вот какой-то такой мультстанок, и местные умельцы очень хорошо их умеют делать. Так выглядит наш мультстанок, на котором сейчас работает мой коллега и друг Вася Черков, с которым мы чаще всего выступаем с авторством. Чтобы сделать этот станок, пришлось потратить примерно порядка 100 тысяч рублей. Здесь очень много ноу-хау в этом станке. Вот. И это, наверное, один из самых удобных и практичных станков, которые вообще на сегодня есть в Москве. Ну, еще в студии Шар есть очень хорошие станки. Для того, чтобы такой станок придумать и сделать, нам потребовался определенный опыт. И до этого мы работали на советских мультстанках, которых достаточно мало. Они потихонечку разрушаются. Хотя, в принципе, они неубиваемые, но из-за неаккуратной эксплуатации, потому что большая часть мультипликаторов, которые приходят на съемки фильма, они на самом деле не знают, как с ними работать. В общем, они потихонечку убиваются, а в конце концов студии их просто выкидывают. Это не советский станок, это, кажется, со студии Дисней. Но вы можете себе представить, с таким станком его в рюкзак не положишь и не попутешествуешь. Съемка тогда была на пленочной камере. Сами камеры весили, ну, там, не знаю, 10-15 килограмм. И станки были вмонтированы просто в конструкцию здания. Там ходовые стойки. В чем фишка такого станка, да, в отличие от того, который у меня в шкафу? Слои могут ездить вверх-вниз. Каждый слой стекла может отодвигаться направо и налево, что очень удобно, потому что, кроме того, чтобы сделать панораму, например, это пригождается для того, чтобы свести слои очень близко друг к другу. И таким образом можно разбить персонажа на несколько слоев. Например, на одном слое может лежать марионетка плоская перекладочная, а на следующем слое, который чуть выше, может быть дорисовка. И можно рисовать глаза или какие-то тенюшки карандашом или краской. И невозможно было бы просунуть руки, если бы эти стеклянные слои не отодвигались. Вот. Так что наш станок — это более-менее аналог таких советских, но гораздо более облегченный и упрощенный, потому что камеры гораздо легче сейчас. Часто рисованную анимацию делают в компьютере, да, и она от этого не перестает быть рисованной, потому что просто человек рисует на планшете или стилусом на экране, там, монитор или еще как-то. Один из очень таких ярких представителей современной рисованной анимации в России — это Саша Свирский. Кто-нибудь знает его? Его фильма? Нет? Да. О, класс. Вот. Ну, на самом деле, он такой андеграундный парень, который сейчас в Москве работает, но вообще он родом из какого-то крошечного краснодарского деревушки, уже там начал делать анимацию. То есть его никто не учил, он нигде не учился. И он не пользуется классическими методами, там, раскадровка, подготовка. Он просто берет и импровизирует. И за счет того, что он очень хороший художник, очень хороший график, ему удается делать фильмы очень быстро. Вот. У него стиль узнаваемый. Сейчас я покажу, может быть, одну или две работы. Они довольно непривычно выглядят. Вот. И сначала, ну, анимационное сообщество русское его не очень признавало. А потом он начал выигрывать на международных фестивалях и уже никуда не деться. Пришлось сказать, что да, этот парень классно делает свои фильмы. Ну, собственно, песня Леонида Федорова, стихи Александра Веденского. «Абериута». В принципе, это, ну, немножечко провокация, конечно, все его фильмы. Они все на грани. Потому что, вообще-то, даже на уровне физиологии, если ты не очень привычен к такой быстрой смене картинки, то это вызывает раздражение. Это, ну, как бы, такая физиологическая реакция. Кстати, ну, кино вообще очень физиологическую природу имеет, да? Оно уже работает с нашими особенностями восприятия. Можно легко заставить человека, не знаю, чувствовать тошноту, например. Или головокружение. Вот. С этим можно работать, но надо очень осторожно, конечно. Ну, Саша эту грань, по-моему, не переходит. Ладно. Ну, да, в общем, у него есть совсем разные фильмы. Они всегда идут, ну, как бы, они очень музыкальные. И вообще, по-моему, анимация очень музыкальная. Вообще, ее природа очень близка к музыке, потому что у любого движения есть звук, да? А любой звук, ну, это в каком-то смысле музыка. Любой звук может оказаться красивым, любое движение тоже. Так что танец, музыка, поэзия, анимация, в общем, по-моему, это очень близкие вещи. Ну, и вы видели, да, то, что это, с одной стороны, импровизационный фильм, это легко видно. То есть невозможно было такое скадровать, там, заранее придумать, принести продюсерам, сказать, вот я такой вот фильм собираюсь снять. Но в то же время в нем есть, ну, вот, стержень какой-то, да, который не дает ему развалиться, и который, в общем-то, приковывает внимание, не только потому, что все время что-то дергается на экране, но, ну, так же, как, мне кажется, он очень адекватен вот этому стихотворению, да, и этому музыкальному произведению, вот этот фильм. Вот. Странный, не до конца понятный, но в то же время как будто ты чувствуешь, о чем это. И эти образы в какой-то момент распадаются, в какой-то момент собираются прямо в какую-то такую точную, точную метафору. Это тоже рисованная история сейчас будет, коллективная работа. Ну, в данном случае не на планшете. Они использовали анимацию, которую, ну, то есть часть анимации они делали в фотошопе, часть вручную на бумажках, но потом все, что даже было сделано в фотошопе, они распечатывали на бумаге для того, чтобы эти кадры покрасить гуашью. Формат бумаги очень маленький. Это даже не А4, а А5, половинка А4. Ну, во-первых, из экономии. Это все за бесплатно делается, да, и бумаги уходит целая тонна. Как бы это и экономичнее, и экологичнее, но в то же время это имеет свой художественный эффект, потому что маленькое изображение, которое увеличивается до размера большого экрана, в нем появляются какие-то новые свойства, да. То есть там появляются какие-то сюрпризы и неожиданности от какого-то там случайного маска кисти, еще от чего-то, которые, ну, на компьютере ты так не сделаешь. То есть видно прикосновение руки, да, и классная фактура получается. Мы сегодня дома, завтра тоже дома. После-после-завтра тоже дома. Выезжайте там без нас, погуляйте там за нас. Хорошенько погуляйте, всем привет передавайте. Из Пиксара я, наверное, даже не назову... То есть вот на мое детство попало их самое начало, когда они сняли историю игрушек, там. Вот я в детстве обожал, конечно. И было что-то вау. То есть картинка была совершенно удивительной на тот момент. Ну, ничего подобного не было, это было очень круто. Краткометражки тоже тогда я их смотрел. Вот игра Джерри, где старик играет в шахматы. Вот сейчас это уже выглядит немножечко старомодно, а тогда это прям было очень... Ну, вот, кстати, такая картинка, она быстро устаревает. У нее есть такая штука, что такая картинка... То есть техника настолько быстро развивается, что эта картинка устаревает быстрее, чем какая-нибудь рукотворная. Вот. Ну, нет, все-таки они, конечно, огромные молодцы. Они вообще двигают визуальную культуру в очень интересном направлении. Но в то же время это традиция визуальная визуальная, которую я не очень люблю. Хотя Диснея принято очень любить и уважать, он действительно гений, то есть тут спору нет. Но это мое субъективное мнение, что без Диснея наша современная визуальная культура могла бы... Ну, какой угодно быть, но могла бы быть гораздо интереснее, потому что... То есть моя главная претензия, не то, что я выпендриваюсь и предъявляю гению, но просто это действительно то, что я чувствую, и я смог это для себя сформулировать, что он брал сюжеты сказочные совершенно разных народов мира, совершенно из разных эпох, и все превращал в одну и ту же картинку. Да, одинаковые герои, один дизайн. Конечно, чуть-чуть разные. Разная колористика, там, разное... Не знаю, чуть-чуть разные что-то, но в целом, ну, под копирку. Ну, он любил это бизнес, но это искусство тоже, он это любил, и он распространял такое видение. Но, по-моему, арабская сказка могла бы выглядеть более по-арабски, а там индийская, там, Маугли мог бы выглядеть более по-индийски, и от этого бы визуальная культура обогатилась. А наши дети теперь видят сказку вот именно такими глазами, да? Ну, то есть мы теперь представляем сказку вот так. По-моему, в культурном смысле, ну, это не то, что... Это точно не то, что мне нравится. Из полнометражных, больших проектов я, конечно, являюсь большим поклонником Миядзаки, который потрясающий, тут тоже абсолютно гением, классно, что мы его современники. И можно видеть его новые работы, его развитие. Сам бы я, наверное, никогда не буду работать в большой индустриальной анимации, но мне бы хотелось снять полный метр. Скорее всего, если когда-нибудь до этого дойдет дело, то это будет какой-то очень малобюджетный, странненький полный метр. Ну, если говорить про самые ранние впечатления, то... Ну, то есть это как бы долгий ответ сейчас будет. В детстве я смотрел такие же мультики, как все остальные мои ровесники, как бы в том числе обожал диснеевские сериалы, и «Черепашек-ниндзя». Потом я пытался пересматривать, конечно, сейчас это невозможно смотреть просто. Но тогда обожал. И, наверное, все-таки, да, когда я узнал, что существует авторская анимация, это на меня произвело очень мощный эффект. Я понял, что с помощью мультфильмов можно, ну, не просто, типа, забавлять и развлекать, а можно какие-то такие штуки передавать, которые, ну, наверное, никакое другое искусство вот таким образом не сможет сказать. И такими фильмами для меня были «Отец и дочь» Дюдока Девита, ну, «Нарштейн», конечно, «Сказка-сказок». Чуть позже я познакомился с творчеством такого польского режиссера Ержи Куча. У него есть фильм «Настройка инструментов». Это прекрасное кино. Вот, всем очень рекомендую. Ну, а так их очень много. Можно смотреть, и, в принципе, есть фестивали, которые анимационные, но специализируются на каком-то определенном роде анимации. Например, только стоп-моушен, или только вообще кукольная, или там только суперкороткие, и так далее. Вот. Ну, самые... При этом есть такие топовые фестивали. Их четыре. Это Анси во Франции, Хиросима в Японии, Оттава и Штутгарт в Германии. Это такие самые важные фестивали, обычно на которых стараются, по крайней мере, известные режиссеры, чтобы там были их премьеры. Вот. Вообще, да, анимационный мир, он немножко отдельно существует от большого кино. И есть фестивали, которые принимают и анимационные фильмы... Вот, да, здесь открыли, например, на этом фестивале открыли анимационную секцию, но вообще это довольно редко. Не так много фестивалей, которые берут и то, и другое. Ну, анимацию, ну, как бы, почему-то принято считать чем-то таким отдельным, чем-то, что в сторонке стоит, хотя последние годы, ну, наоборот, огромная тенденция... Ну, знаете, это вечный спор о том, что, как бы, курица или яйцо, вот что анимация — это такой частный вид кинематографа, или вообще кинематограф — это частный вид анимации, потому что анимация, на самом деле, раньше была изобретена. И принцип анимационный лежит в основе вообще кинематографического принципа, да, вот то, что у нас есть инертность зрительного восприятия, то, что есть кадры, да, изначально вообще-то это было анимационно, да, потом уже появились братья и люмьер. Ну, на самом деле, не такой важный спор, просто когда-то это все было одним, да, и, не знаю, там, и люмьер, и мельез, и другие пионеры-кинематографы, они были и аниматорами тоже в каком-то смысле. То есть они использовали спецэффект анимационный, они тоже использовали покадровую съемку. А потом эти миры немножечко разошлись, но последние, даже не сказать годы, а вот уже последние несколько десятилетий, они опять соединяются, потому что вы видите, что почти в любом большом игровом фильме есть анимационные спецэффекты, да, иногда их гораздо больше, чем актерские игры даже, да, если говорить про какие-нибудь голливудские блокбастеры, про всякие, там, боевики и фэнтези и так далее. Это одно, да, одна сторона вопроса. Другое — это такое соединение, там, например, документального и анимационного кино, да, анимадок. Это тоже очень большая тенденция, хотя гораздо менее заметная по сравнению с Голливудом, конечно. Но вот сейчас очень, не знаю, вот, я думаю, что, кстати, у этого десятилетия в анимации есть особое лицо, особое, особое, как бы, особое направление, потому что в каком-то смысле все уже немножечко устали, сами аниматоры устали от того, чтобы рассказывать абстрактные, там, притчевые или какие-то, ну, там, сказочные истории. Это очень здорово, анимация, в общем-то, как будто для этого специально и создана, но не только для этого. Этого уже очень много и сложно не повториться. Поэтому сейчас все чувствуют потребность внести больше жизни, больше какой-то, ну, что ли, реальности в свои анимационные фильмы. Поэтому анимационная документалистика сейчас очень сильно набирает обороты, и очень много интересных фильмов в этом жанре. Ну, и так далее, и так далее, в общем. На самом деле, таких точек соприкосновения анимации и кино очень много, но на фестивалях мы на разных существах все-таки, пока что. Вот. В России главный анимационный смотр — это Суздаль, Суздальский фестиваль, он проходит в начале марта или в конце марта, ну, по-разному бывает. И Крок, который вот сейчас будет, я как раз завтра туда еду, это главный российский международный анимационный фестиваль, куда съезжаются люди со всего мира. Вот. Скажите, вот можно анимации заработать? Ну, чем угодно можно заработать, но анимация — это не самый лучший способ. Если первичный вопрос заработка, то есть другие хорошие профессии. Может быть, у вас будет сотрудничество с большими компаниями? Расскажите о таком, потому что, ну, действительно, сейчас тренд же такой, что и реклами, и делкод, и анимация используют. Да, это правда. К сожалению, это правда немножечко. То есть тенденции в разные места, в разные моменты приходят. И в Москве сейчас небольшой спад интереса к такой анимации, которой я занимаюсь. Но в какой-то момент это действительно было очень в тренде, и, ну, заказов всегда много, да. Если ты делаешь заказы, стоит в эту реку, ну, как бы, чуть-чуть наступить, и тебя уже уносят, да. И даже сложно найти дальше время на свою творческую работу. Это действительно сложно совмещать, и нет такого, что можно поработать полгода на коммерческих проектах, заработать кучу денег, а потом на это свой фильм снять. Это практически утопия, потому что, ну, ты за это время не будешь, у тебя не будет свободного времени думать о творчестве. И не так много ты денег заработаешь, чтобы потом отложить. Ну, по крайней мере, я про свой опыт говорю. Ну, конечно, да, я делал много рекламы в том числе. И в основном я не очень-то ей горжусь и никому не показываю, хотя были очень хорошие работы, чаще всего для культурных фондов или для каких-то там социальных проектов. Ну, если интересно, я, кстати, могу показать мой любимый заказ. Он такой, ну, коротенький тоже. Для «Союзмульфильма», который делал, у него в этом году было 65-летие кукольного отделения. В «Союзмульфильме» было два отделения, они в разных зданиях даже существовали. Кукольное отделение, где, собственно, и перекладку снимали, на росте не там работал, и рисованное. И вот рисованное более старое, кукольному 65 лет было в этом году. И сделали огромную выставку, на которую всякие приезжали международные политики. Но она была как-то приурочена, в общем, к большим событиям, поэтому надо было сделать классный анонсный ролик. И мне повезло поработать со старыми куклами. Ну, как бы, танец импровизации. Вот, с Чебурашкой я подружился. Классный персонаж. Не сразу он мне дался. Это прям реально Чебурашка? Да, да. Да, да. Это из музея. Ну, на данное все время нависал музейный сотрудник, и их доставали из витрин, чуть ли не в перчатках. И никого угодно я мог взять. Были более ветхие куклы, которых мне не давали. Поэтому я придумал, что это будет конструкция к кукле. И каждый день я не знал, что мне на следующий день предстоит. Так выглядит учебный процесс в нашей студии. В нашей студии мы учим студентов. Это такие независимые курсы. Мы не даем никакой корочки, никакого диплома, но даем очень много практических умений и знаний. Здесь конкретно изображено... Вы видите, как ребята учатся кукольной анимации. Кукольная анимация еще больше, чем перекладка или рисованная. Требует пространства, оборудования, освещения, штативов и так далее. Для того, чтобы сразу много студентов могли работать с куклами, мы придумали специально такую эргономику, чтобы в нашем достаточно небольшом пространстве уместить много съемочных макетов. И задачи обычно делаем такие, чтобы справляться малыми силами. То есть вы видите, что ребята... Это куклы, которые сделали они сами. Ну и каждый из съемочных мест занимает не так уж много места, потому что мы отказались от того, чтобы в этих упражнениях работать с декорациями, например, с общими планами. Здесь все снималось на средних планах, фон просто черный. Эту работу, может быть, мы посмотрим в конце, если у нас останется время, то, что у них получилось. Ну, то есть фактически размер, который занимает один мультипликатор, это один стол и еще какое-то небольшое пространство под штатив, камеру и свет, который тоже, в принципе, можно использовать не обязательно профессиональный, а бытовой тоже, потому что съемка, анимация... Ну, то есть, когда речь о профессиональном свете, обычно речь о том, чтобы он был мощным, в первую очередь, в кино. Для анимации это не так важно, потому что мы снимаем покадрово, это фотография, и сделать фотографию ярче можно просто за счет того, чтобы повысить выдержку или открыть диафрагму. То есть, в общем, есть способы, как достаточно тусклыми и бытовыми лампочками осветить даже кукольные макеты. Себе можете представить, это такие столы, примерно полтора метра длиной, с коробом сверху, чтобы освещение одной сцены не мешало соседу. Как-то мы пошли по такому пути в нашей студии, что организовали ее как школу-студию, потому что, когда мы поняли, что с другими студиями сотрудничать не хочется и невозможно на тот этап жизни, мы поняли, что уже одна, вторая, третья, все было очень плохо. Надо, значит, свою какую-то. И что это значит? В первую очередь, для нас это обозначало помещение, оборудование. Все-таки мы работали тогда с очень такими грузными техниками. И, ну, конечно, команда, потому что, ну, когда ты варишь, ну, аниматор может сделать фильм самостоятельно, и целый год никого не видеть, и получится фильм. Но часто, ну, в общем, необходима среда, да, необходима общение, обмен идеями, иначе ты как-то, ну, консервируешься. И для больших проектов нужна все-таки команда. И, в общем, мы поняли, что мы хорошо умеем учить. На тот момент у всех, кто собрался в творческой группе, был большой педагогический опыт. И интересно было учить уже таких людей, с которыми мы потом можем работать. Поэтому мы каждый год набираем студентов и придумываем специальную программу для них. Каждый раз новую, потому что одну и ту же скучно. Вот, так что это тоже много сил занимает. Сейчас вот как раз у нас в октябре стартует новый курс. Готовлюсь к нему в том числе. А курс сколько длится пока? Ну, это всегда чуть-чуть по-разному, потому что, как я говорю, они разные задачи ставят. Был кукольный курс, например, который ставил задачу научить ребят создавать кукольные фильмы с нуля. Чтобы они могли целиком, полностью сделать сами куклу, оживить эту куклу. Знали что-то про постановку света, про работу с камерой. Был такой курс, он длился год. Было два раза, что-то более такое, а даже три раза у нас. В общем, был в чем-то похожий подход, когда мы пытались довольно универсальных таких аниматоров обучить. И давали каждый раз новую технику, и шли по разным техникам, чтобы в конце концов они экспериментировали и придумали свои собственные. И могли сделать фильм, ну, в какой угодно, на любой технике, в зависимости от того, какая идея им придет в голову. Такой курс тоже длился около года. Нынешний курс будет четыре месяца. Это экспериментальный курс, куда придут уже люди, которые что-то умеют. Ну, давайте теперь немножко, чтобы разбавить всю эту техническую информацию, посмотрим мультик, который мы с ребятами сняли в прошлый раз, четыре года назад, в Иркутске, здесь. Прямо вот в соседнем зале, кажется, это было. В этом, прямо в этом зале. Прямо в этом зале. Этот мультфильм был в технике живопись по стеклу. В принципе, на самом деле, есть много техник, да, классических, традиционных, экспериментальных. Но правда в том, что если вы осваиваетесь с тем, как устроено движение, дальше вы можете работать в любой, да, и можете придумать свою собственную. Вот поэтому у меня нет какой-то одной, там, любимой или главной техники, хотя у некоторых режиссеров вообще-то есть, но это уже дальше выбор каждого. И на мастер-классах я всегда, ну, на воркшопах я всегда стараюсь экспериментировать и делать что-то, что я не очень хорошо знаю, не очень хорошо умею, чтобы для меня в этом тоже был творчество. Так что это была живопись по стеклу, и действительно, мы привезли все в своих рюкзаках, мы ввели вдвоем с Васей Черковым как раз. А участвовали дети и взрослые, вот местные жители. Спасибо. 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 Это абстрактный мультик, в нем нет никакой истории, но надеюсь, есть какая-то целостность. Спасибо. 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 Драматургия – это что-то, что держит интерес и внимание зрителя. А это может быть, не знаю, вспышка каких-то там разных цветных пятен. Так что драматургия обязательно должна быть. Если фильм лишен драматургии, то это все-таки не фильм. Это может быть видео-арт или еще что-то. Что-то очень близкое по приметам, что-то близкое к фильму, но все-таки не фильм. Но сейчас мне, конечно, в данный период моего собственного творчества, мне интереснее уходить от истории. При этом это не значит, что я не придумываю истории, я их постоянно придумываю. Но дальше я всю событийную часть стараюсь выкинусь. Я придумываю историю, мне так гораздо легче. Потом я избавляюсь от истории. И оставляю какие-то… Да. А кто смотрел «Корабли прошлых лет»? Он был уже… На самом деле, это вот мой самый большой фильм, да. И то, что я сейчас показываю совершенно не событийнее, гораздо более короткие и гораздо более легко сделанные фильмы – это неспроста. Действительно, это были суперсложные съемки. Но даже там, после того, как мы провели в этих крошечных павильонах темных, ну, полтора года примерно, с анимационными… ну, с кукольными съемками, у нас была запланирована поездка на море. Что было, в принципе, очень неожиданно и нестандартно для кукольного фильма, неожиданно для наших продюсеров. Ну, с ними они вообще ничего не ждали от нас. Ничего хорошего и правильного. Вот. В общем, мы… Это было супердешевое… Ну, как и все, все производство фильма. Супердешевая экспедиция. Поехали мы в Крым. В самый неудачный момент, когда там только-только был военный конфликт и так далее. Ну, в общем, это все очень тяжело и нервно происходило. Но в итоге мы все-таки вырвались из темных подвалов на морской воздух, как бы свежий. Это было в ноябре, море было не теплое, совсем не курорт. Вот. Это было в ноябре специально, потому что не туристический сезон, никто там не маячит, никаких матрасов и лишних людей в кадре. Вот. Просто могу немножко фотографий показать с этого процесса. То есть это тоже было достаточно. Конечно, не анимационная студия в рюкзаке, но в две машины все уместилось. В павильонах фотографий мало, но вот чтобы вы понимали, в какой тесноте нам приходилось создавать морские просторы. Вот. Было два маленьких павильона, разделенных занавесочкой. Каждый примерно по, не знаю, по 15 квадратных метров, что-то около того. Все было супер тесно, это создавало проблемы, потому что для того, чтобы небо было по ощущению небом, а не нарисованным, что каждый мазочек виден, да, нужно расстояние, чтобы светить, нужно расстояние. Вот. Поэтому приходилось как угодно исхищряться там. Ну, иногда из двух павильонов один делать и так далее. То есть практически каждая, опять же, да, ну, фильм долго снимался, мне почти не было денег, приходилось все делать вручную. И каждая перестановка со сцены на сцену, это все разобрать, все вынести, перепланировать пространство и заново все занести, пересобрать столы и так далее. А на объективы какие используются? В основном один и тот же, да? Я использовал два объектива, это каноновские tilt-шифты. Ну, в общем, была идея поработать с tilt-шифтом. Я думал, что мы будем использовать этот эффект миниатюры. Но в итоге, нет, мы не использовали эффект миниатюры, а наоборот, то, что у нас были tilt-шифты, помогло… Ну, как бы, у меня к этому фильму такой был операторский-режиссерский подход визуальный, что… Ну, как бы, как это можно было бы снять в любое время, когда кино только появилось, например. То есть я не хотел, чтобы оно выглядело, там, именно современным. Или именно к такому времени относился, чтобы оно выглядело, ну, как снято в любой момент. Как может быть старое кино. И поэтому очень много штативных кадров, очень мало переводов фокуса. И то, что я использовал tilt-шифты, очень помогло работать с фокусом таким хитрым образом, что, несмотря на глубинные мизансцены, можно было фокус вообще не трогать. Вот. А вообще перевод фокуса – это по меткам, да? Ну, да, либо тоже можно использовать вот этот моторчик. И его можно подключить к программе и даже не… ну, как бы, программировать, и чтобы он покадрово переключался. В принципе, это тоже возможно. Это вот в той самой программе? В Dragon Frame, да. Там очень много возможностей. Можно управлять слайдером, например. Можно управлять светом даже. Но вот, да, слайдером мы управляли. Оператор сам собрал такой слайдер. В общем, классно с этим… Пошаговый слайдер, да? Пошаговый слайдер, да. Все, в общем, делалось очень, как я говорю, очень самопально. Вот в качестве плавсредства мы использовали такой самодельный пенопластовый плод. Вода была холодной, иногда штормила. В общем, было прикольно на нем барахтаться. В воде плюс 10 градусов. По дну моря мы привели электричество, чтобы маяк светился по-настоящему, и чтобы можно было… То есть он же должен был… Еще этот свет должен был крутиться. В настоящих маяках это по-другому устроено, но мы просто консервную банку сверху одели с дыркой, которая, собственно, к моторчику была присоединена и крутилась. Ну, это как мы делали дым, это просто была тоже песня. То есть туристов было мало, но все-таки были, и мы были просто объектом насмешек всего пляжа, кажется. Потому что… Ну, то есть началось с того, что этот корабль, он довольно большой, он нужен был… Я думал, может быть несколько сцен с ним получится, но в итоге только одна в фильм вошла. В общем-то нужная сцена, конечно, по-другому бы ее и не снять. Но… Мы в него довольно много возможностей пытались заложить. Он тоже сделан из пенопласта. И мы в него, чтобы управлять с берега, всунули моторчик от какой-то дешевой игрушечной китайской лодки. Ну, тоже большого размера. Приехали на море, попробовали, да, все работает отлично. Вообще очень порадовались, но из-за того, что вода соленая, на следующий день уже перестала работать. Так что пришлось натянуть его на канате. Человек должен был уплывать достаточно далеко, чтобы его не было видно в кадре. А план, общий план, да? Холодная вода. Значит, ты тянешь, ныряешь, чтобы тебя не было видно. И при этом дым из труб должен идти. С дымом тоже была идея, как может все классно сработать. Такие, знаете, может быть… Есть селитра, да, удобрения, в общем. И если газету пропитать, то очень хорошо дымит. Такой трюк из детства. Вот. Наготовили этих шашек с селитрой. Но кто же знал, что эта селитра втягивает в воду. И когда влажность высокая, то они просто тут же становились мокрыми. И, значит, вот человек, который тянет на канате корабль, должен еще барахтать на глубине. Потому что надо, чтобы была глубина. Нельзя же прямо около берега снимать. Там обратная волна сразу идет, и камни видны. Вот. Надо, значит, отплыть подальше, держать этот канат, поджигать зажигалкой селитренные шашки. Причем не одну, а три, потому что там три трубы. Они вообще отказываются загораться. Просто ужасно было. В итоге обошлись, кажется, одной трубой. Кое-как сняли. Вот. Ну, то есть на тестах это выглядело еще ничего. Иногда слишком много дыма было. Иногда. Ну, то есть, в общем, это занял у нас день. И, по-моему, весь пляж просто ходил там. Что это за ребята вообще? Там были съемки на рассвете, и тоже это не с первого раза получилось. Да, вот этот кадр, где звезды по небу идут, и кораблики в конце выплывают. Это тоже снималось вживую. Точнее, это комбинирование съемки. На самом деле, это было два разных кадра. Как плывут кораблики и как движутся звезды. Но надо было, на самом деле, снимать всю ночь эти звезды. Потом застать рассвет и на рассвете включить видео. И запустить эти кораблики. Тогда бы все классно смонтировалось. В общем, так и получилось. Но получилось раз на шестой, кажется. Потому что камера запотевала, погода вдруг становилась неподходящей. И так далее, и так далее. В общем, мы там жгли костер, грелись как могли, потому что уже было холодно. И ночевали на этом пляже, слава богу. Ну, это вообще заповед... это Херсонес. Да, это заповедная территория, где не было слишком много людей, слава богу. И где мы смогли договориться с администрацией. Потому что я там работал когда-то. Да, и тоже надо было с утра после всей этой ночи около костра лезть в воду и тянуть эти кораблики за веревку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Думаю, что я доволен этим фильмом. То есть он получился таким, каким он получился, хотя там были вещи, которые... Ну, мне хотелось по-другому и так далее, естественно. И я думаю, что сейчас, уже спустя четыре года после съемок, я думаю, что я что-то предчувствовал и предвидел вот так этим фильмом. Спасибо. Спасибо. Спасибо.